С 1 января 2019 года в России перешли на новую систему обращения с отходами. В Чувашии она заработала еще в октябре прошлого года. Был выбран региональный оператор ЭК-центр, который взял на себя все этапы работы с отходами. От вывоза мусора до устранения нелегальных свалок. Составлены графики вывоза ТКО, определены места, откуда нужно вывозить. Однако переход на новую систему проходит не так гладко, как хотелось бы. Сегодня на еженедельном совещании главы республики и правительства Чувашии обсудили проблемные моменты. Услуга по сбору ТКО сегодня новая, есть определенные проблемы. В частности, до сих пор непонятно, сколько контейнерных площадок и, собственно, самих контейнеров не хватает по всей республике. На 20 февраля 13 тысяч площадок полностью оборудованы. По предварительным данным, около 5 тысяч евроконтейнеров необходимо установить. На эти цели требуется порядка 50 миллионов рублей. Если нужно докупить эти 5 тысяч контейнеров или 7 тысяч, надо купить. Кто будет его покупать, надо определиться. Закупка контейнеров может осуществляться как муниципальными образованиями, так и региональным оператором, так и другими участниками процесса. Приехали, называется, муниципалитеты скажут, у нас денег нет, у нас бюджет. Оригинальный оператор вся из чем-то не собирает, тоже денег нет. И как мы разрешим, Алексей Алексеевич, этот вопрос. Михаил Игнатьев потребовал, чтобы все участники процесса в кратчайшие сроки распределили между собой обязательства и разработали механизм, который будет работать без сбоев. Глава республики заострил внимание и на других вопросах. Собираемость плохая, собираемость надо увеличивать. И когда 20% населенных пунктов охватите? Мы всячески пытаемся сделать удобным для населения оплаты, комфортным. 20% оставшиеся, я считаю, что мы в течение квартала, ну 4 месяцев, мы охватим. Значит, от глав сельских поселений мы получим места накопления, согласованные графики и будем ездить по всем населенным пунктам Чувашской республики. Из плюсов внесена ясность в тарифы по вывозу отходов. По поручению главы республики, Минстроя республики, организована работа для определения норматива ТКО, раздельно по многоквартирным домам и по индивидуальному жилищному сектору. На период корректировки нормативов накопления ТКО на основании оперативных данных рекоператору рекомендовано снизить плату гражданам, проживающих в индивидуальных домах в сельской местности. В январе 2019 года эта работа произведена и была снижена плата почти на 20%. То есть и составила 60 рублей 71 копейку. И было это сделано в 1701 населенном пункте. Они снижены только в городах и районных центрах. Сегодня, по данным Минстроя республики, общий объем вывоза ТКО составляет более 700 тысяч кубометров отходов. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.